В 2016 году мировая экономика начнет подниматься с колен, прогнозируют эксперты САКСА Банк. Они полагают, что текущие экономические данные говорят в пользу идеи о повышении ставки Федрезервом. Однако в прогнозе на третий квартал этого года говорится, если глава ФРС Джанет Йеллен сделает этот шаг, то может пожалеть о нем впоследствии. Перспектива ужесточения монетарной политики является самым значимым событием для рынка. При этом ФРС выберет программу «Минимум», которая будет заключаться в одноразовом повышении ставки в сентябре, полагает старший экономист САКСА Банк Стин Якобсен. Если американский ЦБ действительно выберет этот подход, доллар США начнет сдавать позиции, поскольку рынок не ждет от ФРС активных шагов. А рост маржинальной стоимости капитала способен убить едва зародившийся процесс восстановления экономики, прогнозируемый во втором полугодии 2015 года, отметил он. В связи с этим наиболее популярными среди инвесторов будут сырьевые активы, а также золото и серебро, считает аналитик. По мнению эксперта, одноразовое повышение ставки наиболее вероятно, чем сценарий, в рамках которого ФРС будет постепенно повышать ставку до 2% к 2018. Однако в долгосрочной перспективе Якобсен настроен весьма оптимистично, считая, что у перспективы мировой экономики изменились к лучшему. Между тем, доверие между странами еврозоны заметно ослабло, показав призрачность идеи, что единая европейская валюта – это навсегда, заявил один из создателей ЕЦБ и бывший член его правления Отмар Исинг в интервью агентству Bloomberg. Взаимное доверие исчезло, а вернуть его очень трудно. Всегда считалось, что решение о вводе в обращение евро не имеет обратной силы. Теперь такое представление можно считать иллюзией, заявил 79-летний Исинг. С тех пор, как он пришел в ЕЦБ, на должность главного экономиста прошло 17 лет, и теперь покой еврозоны нарушен событиями в Греции. Пока некоторые политики заявляют, что регион справится с последствиями возможного выхода страны из зоны евро, Исинг утверждает, что такой сценарий может даже укрепить решимость остальных стран – сохранить валютный союз. «Я практически уверен, что если правительство и граждане других европейских стран увидят разброд и хаос, с которыми столкнется Греция, они сделают все, чтобы такая ситуация не повторилась снова», – сказал бывший член правления ЕЦБ. Аналитики Банков Америка ухудшили прогноз цен на цветные и драгоценные металлы в 2015-м из-за замедления темпов роста экономики Китая, который является крупнейшим в мире потребителем сырья. По их мнению, повышение спроса ограничено структурными и циклическими факторами. При этом Банков Америка полагает, что мировой рынок меди в следующем году продемонстрирует существенный переизбыток поставок, в результате чего цена металла опустится ниже 5000 долларов за тонну. Аналитики ухудшили оценку средней стоимости золота в этом году на 3,6% до 1203 долларов за унцию, серебра на 6,6% до 16,51 долларов за унцию, и платины на 8,2% до 1117 долларов за унцию. Тем временем на минувшей неделе цены на золото опустились до минимальной отметки более чем за три месяца. На спекуляциях, что данные с рынка труда США будут позитивными, количество рабочих мест в стране в июне выросло более чем на 200 тысяч по итогам 15-го из последних 16 месяцев. А уровень безработицы снизился до 5,4%, прогнозируют аналитики. В Лондоне подешевело в четверг на полпроцента, до 1162 долларов 84 центов за унцию, что является самым низким уровнем с 19 марта. Цены опустились на 1,7% с начала года. На этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Благодарю за внимание. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова